Данное видео будет о так называемом Розульском инциденте, который произошел в 1947 году. Ну, я думаю, люди очень многие об этом слышали. Сначала назову официальную версию. Якобы было падение сверхсекретного зонда Могул, который упал на ранчо возле городка Розуэлл. И этот зонд был разорван на многие части, так как он состоял из такой специфической, очень тонкой фольги алюминиевого цвета. И вот якобы решили, что это пришельцы. Еще, согласно официальной версии, якобы там были каких-то куклы, каких-то, мол, непонятно только зачем им цеплять эти куклы на этот зон. Но якобы там были какие-то куклы каких-то, ну, официальная версия, там сама толком определиться не может. Какие-то испытательные куклы, каких-то небольших существ. Это официальная версия, которая, ну, официальная правительство. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 что это упал зонд Могул, чтобы не морочили голову там, показали обломки этого зонда Могула. Все они давали интервью, я даже напишу их все имена, кто там давал интервью, что такого быть не может, что это все глупости. И что самое интересное, потом они все как один, все, вот эти все генералы, полковники, кто там давал интервью, они потом все на старости писали мемуары, и все как один писали показания, что они видели, что там упала тарелка на самом деле, и что там было потом одно живое существо. И они его потом взяли в плен. Это я немножко вперед зашел. Значит, дед был такой, ну, он сейчас, наверное, жив, Роберт Монненскай, местный индейец того племени. И он говорит, что его дед забрал вот то вот существо, и это существо прожило месяц в их индейском лаере. Потом какими-то там правдами, неправдами американские военные узнали, что это существо находится в индейском лаере, они моментально туда подъехали. Ну, прошло где-то месяц, и это существо забрали себе туда, себе на базу. Там уже были три вот этих мертвых существа, и полностью разбита тарелка, то есть она никак улететь уже не могла. И что дальше было неизвестно. Ну, немножко продолжу от себя. Скорее всего, что это существо выжило, и скорее всего, что была какая-то операция, потому что они потом построили в Дульце какую-то подземную базу, и прилетели еще какие-то серые существа, значит, они как-то смогли с ними связаться, я не знаю, опять-таки повторю, лично со свечкой я там не стоял, и они там проводили какие-то эксперименты, даже людей похищали, взымали у них клетки, взымали у них какие-то органы. И все это происходило на базе Дульца. А потом там произошел инцидент, в каком-то 70-каком году, не помню каком, там произошел инцидент, и вплоть до того, что погибло около 30-40 американских военных. Какая-то была там... Ну, я же опять-таки скажу, я же там не был. Я говорю лично то, что я прочитал или услышал сам. Лично там я не был. То есть, теоретически, это все может ошибочно, либо обман. Но мне что-то кажется, что скорее всего, что так и было. Ну, как там говорят, дьявол скрывается в детали. Конечно, в деталях могут быть откличия, причем существенные. Но где-то, в общем, так вот, в общем, где-то так и было. Потом произошел там конфликт, и эти серые, ну, грубо говоря, ушли с той базы. И на этом все временно или частично закончилось. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот такая была эпопея с вот этим вот розовинским инцидентом, а потом с появлением дульцепаза. И что все-таки одно серое существо, вот это вот, некоторые говорят, что это биоробот, некоторые говорят, что он там разумный. Ну, я думаю, ну, скорее всего, что какой-то разумный. Без органов размножения, какое-то разумное существо. А он не разговаривал, он рот не открывал, общаются телепатически на небольшом расстоянии. Ну, буквально несколько метров. Чтобы вы могли услышать его речь, ну, я думаю, не больше пяти метров. Вряд ли. Хотя кто его знает, опять-таки я там со свечкой не стоял. Ничего не кушал, кушал только какие-то таблетки. Одна там таблетка, какая-то гранулированная таблетка. Был описан как очень худой, четыре пальца, очень худой, такой вот сероватая, грязно-белая или серая такая кожа, холодная, гладкая, такая липковатая. Очень большая голова, большие черные глаза, вот такие вот, ну, не прямые, как у человека, а под углом, такие черные глаза, выпуклые. Нет век, нет ресниц, нет волос, нет ушей, замест ушей, как у змеи, две дырки. Носа практически нет, тоже, скорее всего, шатама, там, одно или два отверстия. Ну, почти носа нет, рта нет, такая, очень маленькая такая. То есть, ну, они кроме таблеток ничего не едят. Одну таблетку, там, в неделю или сколько, или в день, кто там знает. Ну, вот, вот все, что мне удалось узнать, по крайней мере, по данным. Хотя, очень многие говорят, что это обман, такого не было, что это все выдумки. Я говорю, я на 99% уверен, что примерно вот так вот и было. Очень могут быть различия в деталях, но где-то так в общих чертах, где-то так... Еще хочу закончить по этому розоветскому инциденту. Согласно Роберт Морнинской, это существо не просто там у них в племени просидело месяц, оно собирало этих местных индейцев, молодых в основном, и телепатически, и еще у него какой-то был, если я правильно помню, у него был какой-то там кристалл, и он им показывал там какие-то картинки по прошлым земли, там, ну, говорил им на различную информацию, и все свелось к древним шумерским богам, древней шумерской религии, к, можно назвать так, к анунакам, Ану, Энлиль, Нинорт, Айнана, Энки, Нинхурсак, Адат, Аторгатис и прочих. И он им рассказал историю, что, ну, грубо говоря, сотни миллионов лет назад на землю прибыли эти анунаки, там была междоусобная война между Ал и Ан-кланом. Ну, и он говорил, и без него, в принципе, уже понятно, что Ал-клан – это преступники и уголовники, там почти все как один. Ну, может, там есть какие-то там, более-менее, но в основном, конечно, они там, все уголовники, все как один. И причем не просто уголовники, они лживые, они лгут, в каждом слове они обманывают, они порабощают и прочее, и т.д. и т.п. И там были междоусобные, ну, я не буду пересказывать всю книгу, чтобы пересказать, я, кстати, делал видео по этой книге, выложу ссылку, хотя там тоже есть и ошибки, где-то и обман. И, кстати, меня что поразило, что это существо, вот оно, ну, я не знаю, может, его потом слова перекрутили. Он вот так хитро преподносил информацию, значит, он все время говорит, что энки там бедный страдалец, а, мол, его брат Энлили – это, ну, мол, такой узурпатор, угнетатель. А, как по мне, так с точностью, да наоборот, что, мол, энки преступник и уголовник, в прямом смысле это слово, который там создавал себе армию рабов и который поработил там всю последние 4 тысячи лет, если не он, так его руками. А если даже не его руками, то выгодно это только ему. А Энлиль, ну как, ну, он просто пострадал, да и все. Только вопрос, где они, вот у меня самый главный вопрос, где они сейчас и почему никто за последние 4 тысячи лет не останавливает зло на Земле. Говорят, ну, даже в той книге написано, что там есть какой-то, в этой галактике есть галактический суд. Первый вопрос, где они и почему тут зло не останавливается? Почему они летят, не стреляют? В чем причина? Кто конкретно не дает остановить зло в Солнечной системе? И почему он еще не разложен на атомы и молекулы? Вот, что я хочу сказать по данному поводу, кратко. И что узнал из этой книги. Ну, вот, как бы, начал, начал, об одном, кончил о другом. Начал о розыске инциденте, окончил о книге Роберт Морнин Скай. Ну, оказалось, что, по крайней мере, из того, что я узнал, что они взаимосвязаны, что это событие взаимосвязано. Еще от себя, лично от себя добавлю, конечно, самое ценное, это не эти сервисущества, а самое ценное, это знание и технологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова